В эфире главные новости Бавлинского района и города Бавлы. С вами Татьяна Овчинникова. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых важных событиях последних дней. Смотрите сегодня. Детям на радость. Городской исполнительный комитет подготовил проект по оснащению дворов детскими площадками в рамках конкурса народных социальных проектов. Скучно не будет никому. В городе стартовала программа «Нескучный двор». В зале заседания Открытого акционерного общества Татмедиа прошла встреча с представителями средств массовой информации, с членами партии «Единая Россия», министром экономики Республики Медхатом Шаги Ахметовым и заместителем председателя Государственного совета Республики Римой Ратниковой. Поводом для встречи стал объявленный конкурс народных социальных проектов среди муниципальных районов, которые месяц назад инициировала партия «Единая Россия». Татарстанское региональное отделение партии в марте, апреле, мае этого года провело большую масштабную акцию «Единая Россия». И в ходе этой акции в районах, в городах Республики люди выходили к нам с вопросами, со своими предложениями, как можно улучшить жизнь в нашей Республике, укрепить ее социальную, экономическую сторону. И среди этих вопросов, конечно, были такие, которые требуют очень больших капитальных положений. Эти вопросы мы передали в Министерство экономики, в наше правительство, по возможности, чтобы в дальнейшем их включить в какие-то социальные программы, которых у нас очень много в Республике, вы об этом тоже знаете хорошо. Основными задачами конкурса определены такие, как решение вот этих социально значимых вопросов наших муниципалитетов, укрепление взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного управления, коммерческих, некоммерческих организаций, совершенствование механизма привлечения ресурсов серверной компетенции в муниципальных районах, городских округах нашей Республики. И, конечно же, это выявление, поощрение, реализация лучших народных социальных проектов. В правительственной Республике Татарстан утверждено постановление от 16 июня 2014 года за номером 416 о проведении конкурса народных социальных проектов в муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан. Целью конкурса является поддержка решения социально значимых вопросов, местного самоуправления, повышения качества жизни и населения Республики Татарстан. Конкурс состоит из трех этапов. Предварительный этап конкурса был проведен до 2 июля 2014 года в муниципальных районах, по итогам которого были отобраны по два проекта от каждого муниципального района для участия в первом этапе конкурса. Первый этап конкурса прошел сегодня в Казани, завтра состоится в Елабуге, а 10 июля в четверг первый этап пройдет в Альметьевске. По итогам первых этапов определятся финалисты конкурса. Там же в Альметьевске решится судьба и разработана проекта исполнительного комитета муниципального образования «Город Бавлы» по созданию детской игровой площадки «Городок». На сегодняшний день Бавлинский район заявился на участие в проекте, социально-народного проекта по развитию и строительству детских площадок. Мы со своей стороны подготовили проект. На данный момент, как один из показательных, так скажем, для рекламы в будущем, чтобы использовать это все, нами выбран был густонаселенный, так скажем, местность, где вот на территории микрорайона, чтобы дети могли быть обеспечены безопасностью, так скажем, досугом. Также развитие спорта было здесь. В то же время, чтобы люди, которые, допустим, из малообеспеченных семей, которые не могут позволить себе там, чтобы их дети были там в лагерях или что-то, именно вот проводили досуг свой здесь. Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая правительством Российской Федерации, заставляет задуматься о занятости и досуге маленьких детей. Тем более, что проект рассчитан на круглогодичное использование. Летом игровая площадка, зимой место для детского творчества, снежные фигуры и ледяные горки. Но есть одно «но». Дело в том, что правительство выделяет деньги не в полном размере. 30% от общей посчитанной суммы необходимо будет собрать самим жильцам многоквартирного дома. Администрация города также не останется в стороне и поможет жителям частично решить финансовые вопросы. Проект, который вы предложили, создание детской площадки в нашем дворе, очень хороший. Мы его поддерживаем всячески. У нас сейчас детей много. Обязательно нужны эти спортивные сооружения, чтобы дети были заняты, росли здоровыми. И родители, при присутствии родителей, чтобы они могли в детских площадках играть. Я считаю, очень хорошая вещь. Мы всячески поддержим. Пожалуйста, если есть возможность, построите нам эти детские площадки. Также данный проект разработан на возведении детской площадки в деревне Муртаза Крымсарайского поселения. Сельский исполком уже подготовил место под спортивный объект. Территория была очищена от сорной травы, вырублены деревья. Кстати, не так давно это же поселение уже выиграло грант на детскую площадку, которая благополучно была установлена в самом центре села Крымсарай. Местная ребятня буквально постоянно находится здесь. Рада уж, хоть куда-то можно ребенка сводить. Во дворе же все равно негде играть, а здесь, пожалуйста, все детки делать. После садика сюда все приходят. Руководство района надеется, что их просьбы будут услышаны. И уже совсем скоро самые маленькие жители города и района смогут проводить свободное время с пользой в дружбе со спортом. Зелях Меднабиев, Татьяна Овчинникова, Нафис Газиев, БРТ. Стала доброй традицией вручать главный документ – паспорт в торжественной обстановке. На этот раз паспорт получили те, кто родился в 2000 году. Казалось бы, они родились совсем недавно, а уже прошло 14 лет. И они совсем взрослые, уже получая свой первый документ. Вручается Чупин и Валерия Андреевна. Паспорта все такие взрослые, все такие серьезные. Теперь, когда юные бавлинцы стали гражданами Российской Федерации, у них есть права и обязательства. Напоследок фото на память. Ведь этот день должен остаться в истории каждого. Айслава Лива, Нафис Газиев, БРТ. Для занятости детей в летнее время во дворах начала работу программа «Нескучный двор». Лето – лучшее время для игр на свежем воздухе. Погода отличная, и солнышко так и зовет на улицу. В нижней части города, а именно по улице Калинина, совсем недавно открыли новый красочный двор. И начала работа дворовый лагерь «Нескучный двор». Цель программы – организовать отдых для детей и подростков ближайших улиц и домов. Всевозможные состязания, спортивные и интеллектуальные игры, походы – вот что входит в программу дворового лагеря. За весь летний период у нас запланировано 7 дворовых лагерей. Три дворовых лагеря мы уже провели по улице Энгельса 50, Островского 5 и Пушкина 33. В июле месяце у нас запланировано, точнее уже проходят два дворовых лагеря по улице Вахитова 8, это молодежный клуб «Ватан» и Сайдашева 3. Дворовый лагерь «Нескучный двор» будет работать в будничные дни, и это совершенно бесплатно. Для всех желающих всегда открыты двери лагеря. Айсула Валивана, Физгазиев, Берты. Купальный сезон открыт. На территории плавательного бассейна нашего города прошла развлекательная программа для детей в честь праздника Ивана Купалы. Лето. Кто же не любит это чудесное время года? Солнце, тепло и пение птиц, и все вокруг цветет. Вся эта красота заставляет улыбаться и радоваться жизни. Иван Купала – праздник летнего купания. В народе есть поверье, что если окунуться в реку или озеро между утренним или обеденным временем, то человек исцеляется от всех болезней. В этот солнечный день сотрудниками Дома культуры была организована развлекательная программа для детей. Игры, танцы, конкурсы – вот с такого позитива начали неделю юные бавлинцы. Мероприятие понравилось всем без исключения. Айслава Валивана, Физгазиев, Берты. Это были все новости выпуска. Далее прогноз погоды. Я благодарю вас за внимание и до встречи. В среду 9 июля синомтики обещают ясную погоду. Температура воздуха ночи остановится на отметке плюс 14. Днем поднимется до 21 градуса. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду.